Валерий Шальных родился 8 апреля 1956 года в Свердловске. Детство Валерия было тяжелым, жил вдвоем с мамой в жуткой бедности. Мама, Александра Ивановна, трудилась рабочей на Свердловском номерном заводе. Отца Валерий помнит плохо, тот страдал от алкогольной зависимости. Долго лечился в ЛТП, но безрезультатно, а когда Валерию исполнилось 8 лет, Отец бесследно исчез из его жизни. Мама с детства видела Валеру на сцене и очень гордилась его успехами. Именно она привела его в заводской драматический кружок, тем самым помешав сыну пойти по кривой дорожке, как многие его одноклассники. Позже в Москве, куда Валерий забрал свою маму Шуру из Свердловска, она помогала поднимать его детей. Катю, дочь от второго брака, и Дениса, сына от третьего брака с Еленой Яковлевой. Скончалась Александра Ивановна в 2012 году. В 1973 году, сразу после окончания средней школы, Валерий приехал в столицу и записался на прослушивание во все театральные училища. На первом же туре был принят в школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова. Со второго курса его преподавателями были Андрей Мехков и Алла Покровская. Окончив учебу в 1977 году, вошел в труппу «Современника». По рекомендации Аллы Покровской, в «Современнике», Галина Волчек сразу предложила молодому актеру главную роль первого секретаря горкома партии в спектакле «Обратная связь». По пьесе Александра Гельмана, одновременно с «Обратной связью», он готовился играть главную роль Лямина в постановке «НЛО», по одноименной пьесе Владимира Малегина. С тех пор актер сыграл еще множество ярких и незабываемых ролей в этом легендарном театре, отдав ему 34 года своей творческой жизни. А в июне 2011 года вместе с женой актрисы Еленой Яковлевой ушел из «Современника». С 1977 года по настоящее время Валерий Шальных, помимо работы в театре, активно снимается в кино.